МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим об осложнениях сахарного диабета. И вновь мне помогают Михаил и Елена. Здравствуйте. Самым опасным осложнением при сахарном диабете первого типа является кетоацидоз. Это состояние, при котором в организме вырабатывается ацетон. Дина Валимина, откуда берется ацетон? При резком недостатке инсулина в организме, который характерен для сахарного диабета первого типа, происходит распад жиров, и в организме начинает вырабатываться и накапливаться ацетон, которая приводит к отравлению всего организма. Это может быть опасно для жизни. Поэтому человек с диабетом при обнаружении ацетона по тест-полоске в моче и высоком сахарной крови по глюкометру выше 15 мм на литр необходимо срочно обратиться к врачу. Дина Валимина, когда бывает кетоацидоз? Это могут быть разные ситуации, при которых наблюдается резкая нехватка инсулина. Например, отказ от введения инсулина, использование инсулина с истёвшим сроком годности или неправильно хранившегося, технические проблемы со шприц-ручками или инсулиновыми помпами, а также все состояния, при которых потребность в инсулине резко повышается. Это могут быть простудные заболевания, воспалительные, инфекция, ожоги, травмы, стрессы, беременность или некоторые другие. Дина Валимина, какие еще бывают осложнения при сахарном диабете? Диабет опасен не тем, что сахар крови может резко подняться. Гораздо опаснее, когда сахар крови высокий изо дня в день в течение многих лет. Именно это приводит к развитию грозных осложнений сахарного диабета. И осложнения эти, в первую очередь, касаются мелких сосудов, и называется это микроангиопатия. Касается это, в первую очередь, сосудов сетчатки глаз, сосудов почки, сосудов и нервных окончаний нижних конечностей. Со временем это может привести к поражению глаз со снижением зрения, к поражению почек с развитием почечной недостаточности, а также изменения со стороны ног. Это, безусловно, очень опасно. Дина Валимина, как избежать осложнений при сахарном диабете? В первую очередь, и самое главное, нужно поддерживать уровень сахара крови в пределах нормальных значений. А для этого нужно правильно планировать свое питание, подсчитывать углеводы в хлебных единичках, вовремя вводить инсулин, регулярно проверять сахар крови, а также постоянно заниматься физическими упражнениями. Все это поможет поддерживать вам нормальный уровень сахара крови, а это главный залог в профилактике осложнений. С сахарным диабетом можно и нужно жить полноценной и активной жизнью, выбирать профессию по душе, получать образование, иметь семью, детей, путешествовать по всему свету. Важно только при этом соблюдать основные правила лечения и контроля за диабетом. И все ваши мечты обязательно сбудутся. А я вам желаю удачи и терпения на этом долгом пути. И, конечно, здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова